всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео я посвящаю ароматам дома эрмес мне очень понравилось что вы откликнулись так многие люди спасибо вам подписчики откликнулись на мое последнее видео новинках ароматов моих ароматных новинках и все с нетерпением ждут рассказ именно о доме эрмес многими он очень любим я вас понимаю теперь тоже тоже полюбила прекрасный дом я не знаю почему раньше у меня как-то вот рука никогда не тянулась к ароматам эрмес все время я выбирала что-то другое так или иначе мне нравится концепция дома эрмес мне нравится их эстетика очень красивый дом очень элегантный очень дорогой изысканный ну вот как то с ароматами да у меня вот не хотелось скажем так у них прекрасные одежда у них прекрасные сумки великолепные шарфы вы знаете меня если были бы деньги я покупала по платке эрмес платки шарфы рмс шелк это но но это как произведение искусства для меня великолепные принты красивые но красивые знаете вот можно туда прийти просто любоваться ими как картинами что но это очень красиво это но это всегда будет красиво но сейчас не про шарфы сейчас про аромат у меня я уже показывала набор из четырех миниатюр мне подарили у меня вот такой аромат на 15 миллилитров и еще у меня в такой коробочке мне подарила моя века спасибо вот такие две пробирки пробирки да наверное с одним и тем же ароматом по 4 миллилитра то есть 8 миллилитров аж целых и где-то наверное месяц я все это пробовала разнашивал это прекрасный был процесс я влюбилась вообще во все почти ароматы что-то мне понравилось больше что-то мне понравилось меньше один ароматный категорически не понравился но не бывает такого чтобы тебе все нравилось все и один аромат я просто полюбила всей душой и хочу сейчас приобрести я уже говорила значит так начнем давайте вот с этого аромата на 15 миллилитров который называется эпис марин и это коллекция эрмэссенс коллекция эрмэссенс по моему там 11 ароматов может быть больше уже день надо посмотреть точно вот он идет в таком красивом мешочке удобно носить с собой морские специи ну когда вы его вдыхаете он реально пахнет морем он реально пахнет бриз морской волна вас окутывает окатывает воздух морской ну вот здесь это очень очень ярко передано аромат странствий аромат приключений аромат знаете такой ну яхта аромату знаете гулять вдоль берега строить песочные замки я в нем слышу помимо вот этих водных морских нот какие-то знаете наверное это они из что-то такое цитрусовое может быть бергамот очень очень приятный аромат очень легкий очень освежающий немножко даже такой с холодком когда вы только наносите его первый раз мне он очень нравится именно в теплое время года я уже попробовала поносила пару раз очень классно он вас заряжает он вас бодрит особенно с утра знаете когда жарковато у нас сейчас уже душно я прям вот польюсь и мы иду на работу это очень приятно и потом течение дня конечно его обновлять тоже очень приятно маленький удобный флакон он не очень стойкий в силу того что это конечно да туалетная вода не очень стойки но опять-таки флакон маленький я его беру с собой это не проблема вообще никогда мне еще этот аромат напомнил немножко вот именно дух детства моего дух приключений когда мы жили у бабушки ну не мы я жила у бабушки и там тоже все дети на каникулах летом жили у бабушек и вот как вот мне помню играли гуляли допоздна вообще назвали домой домой давай мы никогда не хотели идти домой у нас придумали какие-то маршруты мы куда-то ходили мы что-то там репетировали какие-то концерты не знаю для кого в общем это было очень весело и вот этот аромат мне напомнил вот эти все вот летние летнее время канику у бабушки когда я жила прикольно хотя моя бабуля жила не на море море там не было даже рядом так что интересно мне всегда нравится когда ароматы пробуждает вас что-то такое воспоминание о чем-то приятно так дальше вот этот аромат это тоже из коллекции эрмэс сенс моя подруга вика покупала его она не его покупала на покупал по-моему них брелок ей дали в подарок положили в коробочку два аромата одного один и тот же аромат две пробирки тоже это туалетная вода и она называется rose и кибана я ее нанесла сегодня чтобы может быть у меня как-то нет то же самое rose и кибана я люблю ароматы с розой обожаю ароматы с розой пока я не присытилась ароматами с розами вот честно говоря но думаю когда-нибудь конечно я устану от них не буду искать розу вообще везде-везде-везде перейду на что-то другое но пока мне очень нравится ароматы с розой я люблю ароматы с розой пышные помадные ну если можно так сказать богатые насыщенные тяжелые такие может быть сливочные если это очень такой тяжелый вечерний аромат может быть какой-то даже пьяный пьяная роза должна быть ликерная но вот что-то такое мне нравится роза какая-то такая нелегкая нелегкая здесь наоборот роза очень легкая вот прямо тут просто самая-самая такая вот только-только раскрывшийся бутон садовых садового куста розочки с утра роса вот это вот все птички щебечет вот тут такая вот роза но она еще обильно сдобрена именно цитрусовыми нотами и очень очень сильно найти ну лимон бирга 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 биргамот наверное я не знаю лимон может быть помелла вот эти вот грейпфрут вот вот такие вот прям сочные 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 все это с розы знаете как если наверное заварить чай с розами и его вот туда вот лимонов лимонов много-много-много-много вот что-то такое в этом есть это неплохо это неплохо потому что когда я только-только его нанесла первый раз мне показалось вау как классно на лето такой освежающий аромат с розы с лимонами вау но через 15 минут я побежала его смывать потому что на мне он вот замылился и превратился во что-то такое удушающее честно говоря совсем не легкая скучная и удушающая вот как-то вот у меня вот с этим ароматом роз и кибана совсем не сложились мои дела мои недружбы ничего я его конечно еще подержу может быть попробую его когда прям совсем будет жарко но пока рука к нему не тянется совсем пишите если он у вас есть может быть как-то на прохладу его наоборот лучше носить интересно и перейдем к набору прекрасный набор вот такой набор красивый красивый в коробке все красиво оранжево эта штука снимается коробочка эрмес здесь открываете тут это лошадь логотип все как надо и сами ароматы вот 4 аромата по дайте мне по вояж здесь 5 миллилитров а все остальные по 7 с половиной миллилитров то есть этого выше крыши мне кажется это попробовать составить свое мнение это более чем достаточно 7 с половиной миллилитров и начну давайте я начну с аромата с которым я вот прям первый я его достала и пробовала это жур дер мес жур дер мес вот такой красивый миниатюра флакон и тут и логотип и тут и тут так написано ну флакон просто шикарный вот знаете если закончится когда я его не выброшу никогда и когда очень красиво мне очень нравится флакон и миниатюра это конечно отдельная история отдельная жур дер мес давайте я я его нанесла был выходной день было жарко было душно белое платье какое-то было я думаю о как классно это жур дер мес мне почему-то он всегда рисовался именно с девушкой в белом платье в белом бежевом там лен хлопок ну это такая предсказуемая картина мне кажется ну и вот я такая вот да была в тот день начало цитрусовое начало цитрусовое ну такое бодрячком я пошла думаю как классно хороший ну периодически он так напоминал о себе но не сильно вот честно говоря не сильно я даже забыла что он на мне есть пока мы не зашли с такой вот нагретой улице в помещение с кондиционером и вот в этом помещении с кондиционером он заиграл вот просто как как самое дорогое шампанское в хрустальном бокале он вот он показал себя вот просто видимо на все сто процентов вот раскрытие вот случилось на моей коже это было что то есть это восхитительно было знаете ну наверное все любители ароматов знают вот это чувство когда вы слышите от себя вот эту волну аромата и она вам нравится и вот и вы так горды что это от вас так хорошо пахнет вот я была в тот момент очень горда что это именно от меня так классно пахнет пахло дорого вот реально дорого не в силу денег вот она дорогой запах вот просто дорогущий изысканный элегантный и вообще фиг поймешь чем пахнет вот то есть там уже было не цитрусов не каких-то цветов не трав пахнет вообще непонятно чем пахнет но так было красиво это у меня такое бывает но очень редко вот с этим ароматом у меня случилось потрясающе в течение дня он раскрывался каждый раз по-разному иногда это были цитрусы иногда это были такие с горчинкой немножко цветы знаете как полевые цветы иногда он дико кислил иногда он открывался нотами какого-то знаете белого вина винограда ну вот это вот какой-то аромат хамелеон плюс это у меня парфюм плюс очень стойкий очень шлейфовый потрясающе просто потрясающе вот 7,5 мл закончится думаю куплю наверное себе ну даже не наверное а точно потому что аромат классный аромат супер супер классный извините так следующий аромат это вот этот аромат Un Jardin sur le Nil с аденила вот такой очень красивый флакон зелененький я его тоже нанесла в теплый день и мне он вот этот туалет вот этот туалет и он мне показался очень интересным и сейчас кажется тоже вчера я в нем опять ходила а сады Нила это вот просто вот знаете сады реально мне вот показалось что я на даче что я летом на даче и там растет вы знаете вот эти огурчики пупырчатые такие вкусные которых здесь нет у нас помидорчики вот все вот это тепличное морковь все это нагретое солнышком пчелы жужжат какие-то клюквенные эти листья вот все вот это садовая садовая красота именно летняя вот она вот в этом аромате это так прикольно у меня никогда таких ассоциаций не было ну вообще не с одним ароматом что вот о мне садом пахнет мне пахнет вот такими-то реально овощами очень классно очень так необычно он опять-таки бодрит и он пахнет вот на мне он пахнет вот всегда одинаково вот в течение дня вот он как на старте так и база не очень он раскрывается но мне кажется это его и не портит он вот именно такой на каждый день когда жарко когда лето когда хорошее настроение он очень класс следующий аромат это вот этот Voyage Voyage Hermes очень тут плохо открывается миниатюра все время боюсь что она у меня сломается ну это вообще это аромат бомбы сначала мне он не понравился когда я на себя нанесла вообще кайф а когда вы его вдыхаете из флакона он он реально холодит он реально вам щекочет нос какими-то специями какими-то вот именно цитрусовыми очень-очень яркими цитрусовыми нотами очень красиво очень мне слышится здесь очень ярко анис и какие-то ну как дерево может быть какие-то елка не слышится здесь аромат еловый почему-то елка, мандарины Новый год вот есть в нем что-то такое, да это бесподобный бесподобный аромат очень такой, знаете многогранный в течение дня он тоже раскрывается по-разному иногда затихает иногда опять с новой силой вот просто вот все вот эти цитрусы на вас кидаются это тоже туалетная вода тоже не очень стойкая, к сожалению но я знаю, по-моему это есть бояж в духах тоже есть классный классный мне кажется он будет и зимой хорошо звучать потому что тут именно такие цитрусы с какими-то нотами деревянные может быть надо пробовать ну и традиционный нетрадиционный последний аромат, с которым у меня случилась любовь многие как бы так и подумали это вот этот аромат это аромат Eau de Mervel наверное, да, по-французски вода чудес вода чудес у меня здесь в туалетной воде и потом, я знаете, я посмотрела оказывается там столько кучи целых фланкеров вообще и амбровая вода чудес и духи и какие-то разноцветные и в общем это мне нужно теперь ходить и вот прям все пробовать потому что я вот реально влюбилась в этот аромат он такой красивый он просто чудесный, да он волшебный, он чудесный без подобной красоты флакон сейчас я его все заметили у меня его муж сразу спросил, что это такое вода чудес вот она тоже, она как и журдермес она тоже какая-то вот хамелеон на мне она постоянно меня удивляет, она постоянно меня интригует играет со мной в кошки-мышки я не могу поймать вообще, уловить ни одной ноты здесь ну и кислинка и немножко сладкий и немножко терпкий, и немножко пряный и какой-то да, цитрусовый где-то цветочный вот кто знает и это не важно, понимаете в этом-то вся и соль когда аромат вас вот просто пленил и вы не знаете вообще, не можете понять что там внутри чего туда положили, чего туда налили и в каких пропорциях это самый класс, это самый класс она у меня реально, да, сразу ассоциировалась с Новым годом и с холодным Новым годом с мандаринами, с елкой, со снегом но и с нашим Новым годом тоже с креветками с креветочным салатом с шампанским и с в жаре с пальмами вот какая-то есть в ней вот именно магия да, не знаю почему у меня она сразу ассоциировалась с Новым годом с каким-то праздником и праздником таким семейным праздником приятным но Новый год один из самых приятных праздников вообще мне ну для меня его ждешь, к нему готовишься его чувствуешь ну когда мы взрослеем уже новогоднее настроение не такое яркое как было в детстве но все равно вот в детстве вот оно вот было вот именно какое-то такое ожидание чуда, ожидание волшебства ты все время думаешь, что да вот в новогоднюю ночь будет что-то такое вот необыкновенное вот такая вот эта вода она необыкновенная она потрясающая я ее обязательно себе приобрету попробую все фланкеры это туалетная вода и она, знаете, очень стойкая она мне стойкая была держится, ну, для туалетной воды ну, часов до трех трех с половиной потом я ее обновляю и она с новой силой начинает сиять и раскрываться заново очень красивый аромат я довольна, что у меня появился этот набор и я довольна, что я наконец-то познакомилась с ароматами дома Hermès они прекрасны они прекрасны буду продолжать свое знакомство буду, наверное, покупать волшебную воду на новый год потому что, ну, не представляю а какой еще аромат? а какой? был у меня Серж Лютен теперь надо сменить на этом все я надеюсь, вам понравилось с вами была Аленка Блок всех пока, чао-чао, пока, пока я надеюсь, вам понравилось